Ну, Валико, давай ложись в кроватку, удобно. Я тебе, дорогой, ещё один сказочка расскажу про шапка. Угадай, какой цвет? Правильно, красный шапочка тебе расскажу. Детский такой, история для самый маленький возраст. Страшный такой. У тебя внутри пампер сухо? Погоди, сейчас мокро будет. Слушай, жил-был один девчонка, красный шапка носил. Тёплый такой, пушистый, из мех. Папаха, да. Только женский. Маленький такой папашка, из мех. Так ему и звали, красный папашка. Вдвоём они с мамой жил, без папа. Оба вместе разведённые сирота, называется. Совсем бедный, совсем всё везде мало, ничто не хватает, деньги нет, вещи нет. Только однокомнатная избушка, без лифт. Но мука у них был. И вот однажды его красный папашка, мама, испёк на печку очень большой лепёшка. А красный папашка улица игрушка играл. И говорит ему, эй, папашка, засунь свои игрушки, знаешь куда? В ящик. Иди лучше для старой бабушки, лепёшка отнеси, а то уже давно умер, наверное. И красный папашка положил себе корзинку-лепёшку и пошёл босиком. Потому что из обув у него только зимние лыжи был. Идёт себе по лесной тропинка, улыбается, за обе щёки весёлый, песня свистит. Вдруг раз, перестал идти, испугался. Потому что большой какашка увидел. Наверное, медведь. А волк из-за пазуха кустов выходит и говорит, не бойся, красный папашка, это не медведь, это я. Пошутили. Испугать тебя хотели. А красный папашка говорит, ой, здравствуй, батону волк, давно тебя не видал. Где был, что делал, опять на турме сидел? А волк ему говорит, а ты-то сам что, опять контрабанда через границы бабушка-лепёшка несёшь? Давай я тебе за один процент откусить, помощь хорошей сделаю. Эта тропинка пойду, чтобы пограничники отвлекать. А ты другой тропинка пойдёшь, чтобы всё нормально, без проблем, в натуре, чисто путём. Подумал красный папашка, чем бог послал? И согласился. И пошёл по длинной тропинке, а волк зайцем на подвесной трамвайчик поехал, по коротке дорога. И обогнал. И бабушка-избушка дверь тук-тук постучал. И он ему изнутри говорит, кто-кто теремочка стучит? Кто-кто, блин, нафиг звонок на глаза не видит? А волк ему говорит, это не я, не волк, нет. Нет, это он, твой внучка, тебе пришёл. Вкусный свежий мясной лепёшка с маком тебе ванильный принёс. И бабушка ему говорит, ааа, ну тогда давай, дёргай отсюда. Вон туда, за верёвочкой. Волк дёрнул, дверь открыл, защёл, бабушка из койка вынул, между два хлеб положил, сом посолил, зелень позеленил и скушал. Весь, ногами вперёд. Эй, Валико, потрогай памперс. Не страшно? Нет? Молодец, слушай дальше. Красный папашка, длинный тропинка, долго шёл, устал совсем, девяносто два километра, большой лишний крюк делал, подселена в ползком. Потом, наконец, переходит. Звонок нажал, говорит, «Дзинь-дзинь, нет-то я, красный папашка, тебе родной внучка гуманитарную помощь принёс». А Волк хитрый, второй порция тоже хочет. Бабушкин койка лёг, очки минус три надел и говорит, «Вай, какой сегодня хороший день. Самый мой любимый тольстый внучка пришёл, лепёшка принёс, себя принёс. Старый бабушка с ложечкой немножечко покормить. Заходи, дорогой, ножка вытирай, шапочка разувай, чай с тобой будем пить, с тобой с сахаром и с лимоном». А красный папашка говорит, «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие волосатые руки?» А Волк ему говорит, «Это чтобы тепло, когда отопление отключает». А красный папашка говорит, «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие длинные уши?» А волк ему говорит, это чтобы ты по телефону два раза не повторял. А красный папашка его спрашивает, слушай, бабушка, а вот это большой железный у тебя во рту, это зубы или жалюзи? И как даст ему лепёшком по голове? И убил. Нечаянно, потому что долго шёл, лепёшка совсем чёрствый стал. И говорит посмертно, эй, Батонов Волк, это не ты, это я тебя раскусил. Потому что мой бабушка никогда грязные ботинка на койко ходить не лез. А бабушка, издохлый волк, говорит, а где здесь выход? А красный папашка говорит, не знаю, выходи откуда-нибудь. Бабушка откуда-нибудь вышел. И говорит, если шкура сдадим, пятьсот рублей деньги будет. А дохлый волк говорит, пять лет вам будет за незаконные охоты. А красный папашка говорит, молчи, а то в шкаф к мол тебе положу хищный насекомый, птичка такой. Через два дня весь лисы будешь лежать. А охотник пришёл и говорит, на вам пятьсот рублей, дайте нам это волк. И забрали. За решётка зверский тюрьма сидит. Зоопарт называется. А красный папашка с мамой пекарня открыли, богатые стали, джип купили и замуж вышли. Сначала мама за мужичок с ноготок, потом красный папашка за мальчик с пальчик, а бабка за дед пихток. И стали они жить, поживать, нафиг всех посылать. Эй, Валейко, уснул? А ну-ка, дай-ка я посмотрю, сухой. Хм, надо же. А вот дети пошли, я, когда маленький слушал, всегда мокрый был. АПЛОДИСМЕНТЫ